И сегодня мы снова разбираем цитаты различных авторов, чтобы посмотреть уловки ментала, свойства осознавания и сами алгоритмы присутствия и наблюдения. Сначала процесс выявления вашей иллюзии, то есть этой облачности, этой туманности, этой пыли, налет, который закрывает ваш внутренний свет, это достаточно мощный, болезненный и трудоемкий процесс. И обойти этот процесс невозможно. Если даже вы себе сказали, все, я оставляю прошлому прошлому, это не значит, что оно оставило вас. Если, например, вы съели отравленную пищу и вам стало плохо, что толку, что вы скажете, я оставляю эту отравленную пищу, я ее больше не буду есть? А что с той, которая уже проникла? Она куда девалась? Просто осознавание, призыв быть осознающим, этого опять-таки недостаточно. Нужно сначала увидеть, какова изначальная концепция осознавания, рассмотреть ее. Ведь есть то, что принадлежит данной реальности, и то, что запредельно для данной голограммы. Об этом упоминания нет. Так как же тогда можно не спутаться здесь и не сбиться с толку, что это все имеет место быть, я в это не вовлекаюсь, но это все сделано из меня. Тогда, извините меня, а кто это делает? Если это делал я, тогда почему я в это вовлекся? А если это делал не я, тогда смысл вообще о чем-то говорить, потому что это кто-то за меня сделал. Нужно здесь четко разобраться, как работает механизм личности, каковы у вас ощущения от своей личности, каковы у вас ощущения от своей сущности. И только так, различая, будучи в наблюдении, и не вовлеченным ни в одну из этих частот, а именно в наблюдении за всем этим происходящим, в вас, посредством вас, вы можете обнаруживать структуру, схему и ключи. У Бога, у Абсолюта, у бытия себя настоящего нет ушей, глаз, носа и так далее, и так далее, и так далее. Потому что нет тела, ибо тело – это форма данной реальности, это уплотненная ментальная энергия многократной, многократной частоты, на которой вы находитесь, фактом своего доверия, внутреннего соглашательства. Осознание – это просто осмысление, это ощущение какого-то принципа, какого-то свойства, какого-то качества. А осознавание – это видение, это ощущение своего осознания. То есть это воля расхлопнута, это дополнительный выброс, это дополнительный выхлоп, это дополнительный оборот. То есть это большая многомерность вашего наблюдения, вашей включенности, вашего свидетельства. Есть вы сущностный, вы не просто как Мария Ивановна Николая Петровича, а вы запредельный, вы естьностный, без имени, вы абсолют себя настоящего. Не потому что есть какие-то другие абсолюты, вы единый, целый, неделимый и есть тот опыт, в котором спит абсолют, то есть тот сон в виде Николая Петровича, Мария Ивановна или кого-либо еще, который как бы спит и видит себя вот в этой роли. То есть, грубо говоря, добровольное такое забвение, когда абсолют бит и решает посмотреть, что такое быть не абсолютом, но в то же время дается потенциальная возможность и некое даже подталкивание или какие-то провокации, чтобы вспомнить и проснуться. Но это не значит, что априори существует возможность проснуться, абсолютно реальная возможность не проснуться. Только таким образом, взяв на себя ответственность за себя, вы можете подойти сначала к узнаванию структуры сна, а уже только потом к освобождению от него, просветлению и освобождению. Пробуждение Пробуждение – это узнавание, что такое сон, как из чего он состоит, как он строится, какова его функция, какова его характеристика, как это отражается, как это контролирует вас, как это проявляется. Пробуждение Пробуждение Просветление – это уже после пробуждения, когда вы начинаете ощущать себя настоящего, вне контекста обусловленности, вне контекста залипания на какие-то образы, идеи, миражи. Просветление – это узнавание света себя настоящего, когда у вас появляется интервал между вами настоящими и вашими представлениями о себе. Далее, чем больше набирается критическая масса, ощущение этого света, растворение, обнуление ментальных идей, концепций и зарядов Ведь эти заряды еще должны быть интегрированы правильно То есть эта энергия должна вернуться в вашу светимость, она должна вернуться в этот ноль-нуля и наполнить вас И только таким образом можно уже говорить о каком-то освобождении То есть когда критическая масса осознавания, узнавания и пребывания в просветлении набирается И тогда вы начинаете формировать факт у себя освобождения Да, очень личности это не нравится, потому что это как бы более ровное состояние, не такое интересное, не такое кайфовое и без фейерверков То есть нету такого вау, таких скачков и ощущений Но зато вы находитесь в центре, вы находитесь в ровности, вы есть центрированность И лучше вас, за вас никто не ответит, потому что все ответы внутри вас Вы не обделены светом, вы не обделены абсолютом, вы и есть это Только вы должны сначала понять, что вам мешает это увидеть, ощутить, понять, осознать и этим быть Не узнав это, не просканировав, не ощутив, вы всегда будете находиться в ментальных лабиринтах, в ментальных вариациях Но самое страшное, что вы будете принимать это за реальность Что вы проснулись, хотя вы спите и ведите сон о своем пробуждении Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok